Гномы-помощники Каждый раз, когда на город опускалась ночь, пять маленьких гномиков в разноцветных шапочках зажигали свои волшебные фонарики. Тихо шли они по сонным улицам города. Всю ночь напролет маленькие гномы трудились, помогая живущим в городе людям. Они подметали улицы, мыли, стекла, окон. Возили тележки, груженные тяжелым кирпичами, мешали раствор и строили стены будущих домов. Тихо-тихо, чтобы не разбудить спящих людей, они входили в людские жилища. Помогая столеру, они пилили и строгали доски. Тихонько, но очень дружно стучали их маленькие молоточки, забивая по самые шляпки блестящие металлические гвоздики. Как быстро и слаженно спорилась у них любая, даже самая сложная работа. От столера они шли в дом к пекарю, уставшему за день. А ведь завтра людям непременно захочется отведать мягкие сдобных булочек с румяными хрустящими корочками. И гномы разжигали печь, месили тесто, лепили из него булочки и пекли их в печи, положив на огромную лопату. И никто из людей не увидел, как усердно трудятся маленькие помощники. После пекаря гномы навещали колбасную лавку. Здесь они крутили тяжелую мясорубку, получая из мяса фарш. Делали из фарша колбасу и варили ее в большом чугунном чане. И снова, не успевая передохнуть, бежали в следующий дом. Помогая портному, гному краили кафтаны, аккуратно пришивали блестящие атласные отвороты, украшали платье изящными, кружевами и золотыми пуговицами. Вот уж на все руки мастера были эти гномы. Ну вот, как-то случилось так, что вставшие среди ночи портной взглянул на сшитый гномиками кафтан и рассердился. «Матильда!» – закричал он, завяз свою домработницу. «Матильда, только посмотри, здесь черные пуговицы, я же хотел золотые!» «Я знаю, кто виноват в этом, господин портной!» – отвечала домработница. «Подождите же, я покажу этим разгильдяем, как путать цвет пуговиц!» С этими словами Матильда отправилась искать гномов. Словно буря обрушилась она на маленьких помощников. И гномы, испуганные и удивленные, поспешили убежать из дома. А вскоре и вовсе покинули город, сговорившись больше не помогать глупым и неблагодарным людям. Жители городка очень расстроились, лишившись чудесных помощников. Они прогнали домработницу, но гномиков этим не воротишь. С тех самых пор пришлось людям все делать самостоятельно, не рассчитывая на помощь маленького народца. Так и повелось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова